Обвал нефтяных цен начался 9 марта, когда стоимость сырья упала примерно на треть. Страны ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти из-за падения спроса на фоне эпидемии коронавируса. Конечно, все социальные обязательства, которые приняло на себя правительство, они будут выполнены. Недостаток средств бюджета будет компенсированный с фонда национального благосостояния. Он сейчас достаточно большой и в течение года-двух свободно может использоваться для компенсации выпадающих доходов бюджета. Так или иначе, какие-то новые проекты государство финансировать не будет. Да, и будет стараться расходовать деньги экономно. Это повлияет на экономику и затронет каждого из нас прямо или косвенно. Второе, что мы почувствуем, ну мы уже почувствовали, это снижение курса рубля по отношению к доллару, к евро, ко всем мировым валютам. 16 марта на фондовых рынках произошел очередной обвал, третий за последнюю неделю. Причина заключается в нестабильной ситуации на рынке нефти и развивающейся пандемии коронавируса в мире. 17 марта мировые цены на нефть выросли на 5% после рекордного за 4 года падения. Накануне стоимость нефти упала ниже 30 долларов за баррель. Для России нефть и нефтепродукты и вообще топливный сектор является одним из основных, одним из базовых секторов экономики. Доля доходов, связанных с добычей и продажей нефти и газа в бюджете, составляет около трети. То есть треть государственных доходов – это доходы, связанные с налогообложением нефти и газа. Поэтому снижение цен на нефть вдвое практически, которое произошло, это достаточно тяжелый удар по российской экономике. Нефть является основным ресурсом недореспублики Татарстан. Поэтому нестабильная ситуация на рынке нефти не может не отразиться на экономике республики. Двойное падение, падение с 60 до 30, конечно, затронет и республику в равной степени. Да, часть удара примет на себя федеральный бюджет и фонд национального благосостояния, но часть удара придется и по республике. Нефтяники пострадают и те, кто обслуживает нефтяные промыслы, а это огромное количество предприятий. И бюджет тоже частично пострадает. В то же время эти потери могут быть частично компенсированы за счет других отраслей республиканской экономики. Сильной стороной является в первую очередь сельское хозяйство. Республика не только обеспечивает себя основными продуктами питания, но и является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции в другие регионы и в другие страны. А сельскохозяйственная продукция, она востребована всегда, независимо ни от каких кризисов, потому что продовольствие это предмет неизменного спроса. Диана Шлинкова, Универньюс.